У нас как всегда операция ниппель Даже не давлю То есть это не рыба, это паста Не, ну смотри Вот я не знаю Дим, ты видел какие-нибудь такие? Вот так свернут ролл Что вот с этим соусом? Идите со мной будем переживать Вот это все Другаться и кидать доставки Все ждем только хорошие доставки Всем привет народ Это обзорище на канале Покажеварим И начало крайне странное По той простой причине, что сегодня на обзоре у нас Автосуши, большая сеть Франшизная сеть доставок Суши и пиццы, у них кстати автопиццы Еще есть, но это отдельно И я в машине, потому что Мы сейчас отправимся забрать Заказ в Химке Потому что ко мне не возят А вы автосуши просите, а ко мне не возят Надо делать обзор, едем У нас как всегда операция ниппель Курьер Машина автосуши Доставили автосуши ровно За один час По времени обещали за 45 минут От момента заказа Но чуть-чуть опоздали, но курьер позвонил Красавчики, предупредил, что задерживается Вот в таком виде привозят Заставляют кстати расписаться на чеке А на сайте у них написано, что если ты расписался на чеке То у тебя претензий к внешнему виду нет Но при этом, как понять Есть у меня претензии или нет У тебя все запечатано Не очень ясно Но автосуши при этом не Не исключает возможность Как бы претензионной работы То есть если у тебя Есть нарекания То есть ты можешь им написать И они обработают заказ У нас 4000 заказов У них уже нифига себе Я взял с собой пирометр Чтобы пока мы доедем до дома Проверить Актуальную температуру Оба Вот давай по креветкам Бахнем креветосы 42 градуса Довольно горячо Ну для креветок Ролл барбекю Он как-то и не должен быть горячим Он теплый судя по всему И вот что-то горячее Это у нас Мидии Мидии Не показываем пока 32 градуса Мидии уже остывшие Доехали Ну и давай посмотрим Вок лапша Прямо сразу Тоже по ощущениям Она довольно прохладная Если не сказать холодная 29 Вот так вот задержка на 15 минут Остудила все блюда К сожалению по температуре Не очень Но посмотрим что по вкусу Едем домой Прежде чем мы рассмотрим Автосуши вдоль и поперек Я хочу поддержать Свою подругу Киру Кудинову Она писательница Она детский писатель Она взрослый писатель Многие из вас с ней знакомы Она уже была у меня В нескольких выпусках Рассказывала про свои книжки И я считаю что творческим людям Всегда надо помогать Поэтому я в описании Оставлю ее инстаграм Инстаграм ее детских книг Через который вы сможете Через директ Заказать эти книжки В классной подарочной упаковке Со всякими плюшками внутри Интересностями Которые будут любопытны И вам И вашим детям Если у вас есть дети То обязательно Посмотрите Перейдите Подпишитесь на инстаграмы И закажите Книжки С детскими Стихами Вот так вот Молодых и талантливых Надо поддерживать Почему нет Кира Кудинова Ссылочки в описании А у нас автосуши Автосуши у меня дома Я еще переживал Думаю Сейчас я доеду Да И что-то вот все остынет А на самом деле Никаких переживаний А ну остывшее Ко мне приехало Так что все как есть Остывшее Так и будем пробовать Так Чек они дали Товарный чек И такой чек Куча чеков Это класс вообще Я люблю чеки Так Коробочки брендированные Обычные полиуретановые Но на них Выдолблена Автосуши Или выдавлена Как правильно сказать Пахнет Пахнет Довольно вкусно Тут должен отдать должное Должен отдать должное Наверное не очень красиво Да звучит Автосуши Вот не очень удобная тема Вот этот скотч К нему все прилипает Ай блин Вот вместе со скотчем Отрываются Прекрасные наклейки С содержимым салата Это салат цезарь За это огромный Кстати респект тоже За то что есть Блин Гребаный скотч Суши с лососем Что то у нас тут Всего так много Разного Тут у нас напитки Облепиха Соевые соусы Смотри Все очень брендировано То есть на соевом соусе Все дорого Богато Здесь Имбирь Такой фирменный Наклейку Даже дали Бесплатно Понимаешь Соус Соус цезарь Два Почему то Палочки Не самые дорогие И еще Соевые соусы Короче тут Надавали Просто Не нормально По комплектации Прям вообще здорово При всем при том Что я еще попросил Они мне позвонили Говорят Так у вас значит Бесплатно там На семерых человек Семь палочек Слушай нам столько не надо Сделайте нам на четверых Но походу все равно Наложили на семерых Потому что так положено Программа лояльности Смайл Мне еще какую то карточку Дали Смотри Получай больше бонусов Так Ну тут целая Тут целая наука Просто так не разберешься Без бутылки Поэтому оставлю это На потом Но в общем система лояльности У них тоже какая то есть Но для меня Самая главная Лояльность Вы прекрасно это знаете Это Качество и вкус Если будет качественно И вкусно И я готов простить Все Мне Многие хвалили Автосуши Первое Что бросается В глаза То что Вот эта рыба Это Адский Сука Трэш Я не знаю Как по другому сказать Мороженое Перемороженое Бледное Сейчас попробуем Рыхлое Второе Что бросается В глаза Это то Как свернуты Эти роллы Идите сюда Ну То есть Тот Кто сворачивает Эти роллы Ему Как бы Было бы неплохо Конечно Руки оторвать Что это Такое За форма Странная Что это За рыба Ребят Вы Реально Вы реально Мне говорили Что автосуши Это топчик Я на рыбу Даже не давлю То есть Это не рыба Это паста Вы видите Да И такое происходит Практически во всех Доставках Которые Мне не нравится 282 грамма Должны не весить Коробочка весит Где-то 20 граммов Ну с учетом крышки 15-20 граммов Вместе с коробкой 280 Ребята Вот такие вот Здравствуйте Автосуши Вот с таким лососем Ну это просто Это рыхлая хрень Какая-то Зато все капец Брендированное Понимаешь Это очередной Суши-шоп Какой-нибудь Суши Суши-вок Только вот В новой упаковке Теперь уже Из нижнего 349 рублей Стоит Такая Филадельфия 282 грамма Ну окей В нашем случае 260 граммов Да не важно Блин Сколько граммов Я попробую Это реально Вот ну Блин Это суши Вот куда мы ездили В Химке Тоже там есть Оранжевое Такое заведение Как называется Это суши-шоп Только вот Только вот Только в новой упаковке То есть понимаешь Господа бизнесмены Блин Они соевые соусы Заказали себе Брендированные Понимаешь А рыбу не заказали Я не могу понять Почему так происходит Вот Блин Ну вот рыба Иди сюда Ладно Давай вот с лососем Закончим Реально Ну он просто Вот смотрите Это суши Это ни живой Ни мертвый Ты понимаешь Он уже все Это погибший лосось Он не испорченный Он просто Адски перемороженный Он неправильно Дефростирован Он заморожен был Целой рыбой Когда-то Вот рыба Замороженная Пришла Потом ее разморозили Наверное Не знаю В микроволновке Что с ней происходит Ну это Блин Ну капец Я не знаю Ребят Вы смотрите мой канал Вы знаете примерно Как я отношусь К роллам Но вот как можно Относиться вот к этому Вот что вот это такое Сколько бы это не стоило Ну неприятного запаха Нет как такового То есть вообще От роллов должен быть Приятный запах И в последнее время Я стал Обращать внимание На свою фразу Что нет неприятного запаха То есть меня стало устраивать То что нет неприятного запаха Понимаешь Хотя он должен быть приятный Дожили блин Ну и кстати Весьма неплохой сыр Это не кремет Но это не такой сыр Как вкусные суши В последнее время кладут Мне кажется Уже настало время Когда Люди хотят Не просто Пожирать А когда люди хотят Вкусно пожирать И сейчас конкуренция Должна быть Не ценовая Не скорости доставная А конкуренция Качества Почему Достоевский Нормально делает Через раз Там через Раз на три Ну там Три раза Один не очень Они сделают Но они делают нормально Почему они где-то Рыбу хорошую Покупают охлажденную Почему они где-то Сыр берут нормальный Огурчики И появляются Вот эти вот Ребята Вот вы из Нижнего Новгорода Пришли Чтобы что То есть Вот эта франшиза Пришла из Нижнего Новгорода Чтобы нам показать Что Что вот Дофига классный бренд Что у них Вот такие Офигенные коробочки Такой логотип Классный Вот в этом прикол Это уровня Вот Филадельфия Окей Может там дальше вкуснее будет Это Филадельфия Уровня дно Все Точка 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 Честно Ребят Вот от души Я сегодня ехал в автосуши После ваших комментов Я теперь понимаю Что скорее всего Эти комменты Они были В том числе Наверное там Автосуши Их мне спамило Так же как Додо пицца когда-то Я понимаю Что скорее всего так Но вы Кто смотрит мой канал Вот это Называть Хорошим Достойным Вкусным Не можете Если можете То слушайте Нам с вами Вообще не по пути Канада С Канадой Вообще все странно Если насчет угря Я еще не могу сказать Ничего плохого Угрь как угрь Это угрь запечатанный То что вот С этим соусом Я не знаю Передает ли камера Как бы цвет И структуру Этого соуса Но это Это не унаги Это какая-то Непонятно Матова Закрахмаленная Субстанция Похожа Скорей на Пережженную карамель В перемешку С шоколадом Чем на унаги То есть Это экономичный вариант Унаги Скорее всего Разбавляется Не знаю С водой Добавляется Может какой хрен Узнает Красивый Я предполагаю Это возможно не так И закрахмаливается И вот получается Вот такая вот Нечто Нечто сладенькое Похожее на унаги Но не оно Внутри лосось Внутри кстати лосось Вы видите цвет этого лосося Это тот же самый лосось Ощущение что он запеченный Судя по цвету Нет Это нормальный Понимание авто Суши лосось Ну свежий Вот свежий Вот так вот Выглядит свежий лосось В Нижнем Новгороде И сюда эти стандарты Перевели Нахрена 300 граммов Должен весить он 313 Окей Тут все как бы По весу не придираемся Небольшой может быть Недовес есть Но это несущественно Давай попробуем Это чудо Чудо Где вот такой соус Где-то был такой соус Уже Я вот На тему крахмального унаги Уже мы обсуждали Не ну смотри Вот я не знаю Это что Дим ты видел Какие-нибудь такие Вот так свернут ролл А? То есть где-то сбок Ну то есть Тут риса нет даже Вот как так можно Я такого никогда не видел Клянусь Здесь еще хоть Как-то в серединке Смотри Более-менее Да? Ну как-то все неопрятно Вот кожа 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 угря Здесь Да Я не могу так Ну я не могу На такие Я уже все Я против Таких ролл Блин И они хребет вырезать Не умеют У угря Не Вроде Разжевал Благодаря вот этому Убогому Унаги Экономный Унаги Назовем У этого ролла Есть хоть какой-то вкус Сладенький Понимаешь? Вкуса лосося Вкуса сливочного сыра Вкуса огурцов Вкуса угря Как такового Здесь не чувствуется Я не знаю Это стоит Вот канада с лососем 400 рублей Стоит канада с лососем У нас вот тут Вот есть Более-менее Симпатичная Какая-то штука Это вот Креветосы Креветки Темпура Про креветки Их есть 3,6 или 4,6 и 9 штук Креветки выглядят хотя бы прилично Тут Панировка такая скорее Как мы привыкли делать Отбивняшки дома То есть Не Не сухари Панко Да Такие вот Ну хрустящие Классные А просто Льезон с мукой Что-то такое Тем не менее Это довольно симпатично Полито все тем же Легендарным соусом Мунаги От автосуши Я смеюсь Не потому что Что-то не так В принципе Все так Если не воспринимать Это как Как хорошей Креветки Во фритюре То есть хорошая креветка Она должна быть Игреструктурной Но вот даже Даже в том же ресторане Юме Помните нам привозили Я хоть на них и ругался Как бы Но там Была вот эта Хрустящая панировка Там были креветочки Тоненькие Маленькие Но там была Хрустящая панировка И это хоть как-то Создавало эффект Тут это тупо Вот Ну сосиска в тесте Вот блин Серьезно Сосиска в тесте Ходстеры блин От горячей штучки Ну это съедобно Не Это съедобно Хотя бы Не Реально Реально нормально Серьезно От души Это вполне съедобная Штука Сколько они стоят Что-то 350 по-моему Рублей Но Но это вообще Не топчик То есть это Креветки в Макдональдсе Гораздо вкуснее Запомните Это правило Пока ни одна Сушильня Не сделала Так же Как вот мне нравится В маке Чтобы хрустинка была Чтобы вот это Все панировка И прочее Ну давай Гунканы Я люблю Гунканы У меня К ним Идите Со мной Будем Переживать Вот это Все То что он Упал Это возможно И мой Косяк Мы это Доставляли То есть Тут никаких Вопросов Нет Ну как бы Упал И упал Хотя Такая Обширная Упаковка Не мудрено Что он Мог упасть Так Я заказал Гункан С лососем И гункан С креветосиком Вот смотри Понимаешь Вот в хороших местах Тебе сделают Все Замешают Положат Туда Все будет Единообразно А тут Просто положили Туда креветок И сверху Соусом Сделали Типа На забирай Быстрее У нас большой объем Большой объем Продаж Надо успеть Доставить за 40 минут Твою мать Ну вот кому это надо Тот же самый лосось Ну давай попробуем Слушай давай взвесим сколько Он должен весить Он довольно крупный кстати Вот причем С лососем он побольше Он должен 39 граммов Я думаю что он Да Вот полтинник весит То есть наложено хорошо Но вот этот скорее всего Как раз около 40 граммов С креветкой 38 Тут небольшой Небольшой недовесик Я не знаю Связан ли Компания Автосуши С компанией Фарфор Но Я просто Что-то такой раз Помню Где-то эти коробки Видел Буквально недавно Залез сейчас на обзор Действительно У фарфора Такая же идеология Такие же пропечатанные Серые коробки Такой же лосось Я посмотрел Именно на лосось Момент передвинул Сейчас вы его тоже видите Один в один Тот же самый лосось Но в фарфоре Но в фарфоре По-моему Была неплохая пицца То есть Вот там вот Достойно В плане пиццы И у меня есть ощущение Что эти ребята Хоть как-то досвязаны По крайней мере Они связаны Наверное Своей идеологией То что готовить Можно как угодно И просто Рубить бабло Давай попробуем Креветка нормальная Абсолютно Дисгармоничный Спайси соус Плохо приготовленный Невкусный Неароматный Острый И все это Я даже лосось пробовать не буду Извините ребят Не буду Не потому что он испорченный Нет Это замороженный лосось Что с ним будет Его заморозили Потом разморозили Он нормальный Они точно с кем-то связаны Я уже вот эту срань видел Это мидии И я посмотрел Это все таки В фарфоре То же самое было Вы посмотрите То есть ты когда покупаешь Мидию Ну ты вообще не ожидаешь Конечно Что тут будет Вот это все Во-первых Вау Ты посмотри Какой респект За мидию То есть я-то Я думал Сейчас скажу Тут раковина-то От киви Да А А тут небось Накидали из морского коктейля Нет Тут действительно Большая мидия Но остальное Все рис То есть объем Вот они такими объемными Выглядят Потому что там много риса В этих мидиях И это конечно Конечно Злоупотребление И вот это все Шесть мидий Стоит Ребята Знаете сколько Я вам сейчас скажу Это стоит 429 рублей За 429 рублей Вы покупаете Немного сверху Вот этого соуса Неаккуратно налитого Ну реально Все неопрятно Как-то Покупаете кучу риса И покупаете Все-таки Достойную мидию Тут я вообще Ничего не могу сказать Вкуса унаги нет Есть просто сладость Как будто это Вываренный Сахарный сироп Возможно в перемешку С унаги Я ж не спорю Цвет-то откуда-то Надо взять Ну в общем Что сказать Это Это кромешная хрень Соус Ну вот этот майонезный Он невкусный Хотя он может быть вкусный Унаги Невкусный Хотя он может быть вкусный Да потому что Это особо и не унаги Это какая-то Помесь с чем-то И хочется спросить У автосуши Друзья мои Вы покупаете Киви Да Хорошие Новозеландские мидии Чтобы вот Зачем это сделать Я понять не могу То есть Если вы сделаете Нормальный соус На основе японского майонеза С добавлением Там Хотите сыра Хотите спайси Да что Что хотите Добавьте в этот майонез Делайте нормально Обмажете мидию Запечете Это будет Ну а Нафига туда рис пихать Нафига вот это все делать Зачем этим Саным соусом Который не унаги поливать Я отвечаю Ребят Серьезно Вот Это второе совпадение Которое мне говорит Что это доставка Фарфор Это она же То есть Возможно у них один менеджмент Может быть еще что-то Хрен его знает Но это Это не достойно Это вообще не достойно Калифорния Так Снежный краб у нас тут Смотри Блин Я не могу Ну Они даже не запарились Понимаешь Нарвать Крабовую палочку Они ее оставили В том виде В котором она была То есть вот она Вот эта крабовая палочка Друзья мои Чтобы вы понимали Есть хорошие крабовые палочки А есть А есть вот такие крабовые палочки Они тоже съедоблены Плюс-минус Ну прям целиком Ну не знаю Ну хоть для приличия Ну сделайте там Как вот Замес с майонезом Как он Снежный Снежный краб называется Хотя у них написано Снежный краб А у них не снежный краб У них нет снежного краба Это просто палка Лежит внутри Но при этом Смотри Огурчики порезанные Прям Ля футур Все нормально Тоненько Красиво Здорово И палка внутри Блин Косяк на косяке Я не знаю Как к этому относиться Я отчаялся уже Смотрите Нахрен Блин Кто эти люди Кто мне советовал Автосуши Найдитесь Комментарию Объем Всех Перебаним Просто Не Может мне не советовали Дим Ты читал Комменты Вообще Ну много писали Правда Слушай Я не обращал внимания Как там так вкусно Ни хрена Большинство пишет Я нашел такую доставку Там такое дерьмо Попробуй Сними обзор Ребята Вы мне хорошие места Советуете Этого днища Куча вообще 275 рублей Калифорния Даже если мне заплатят 275 рублей Я не буду есть Такое Калифорнию Бэ Невкусно Ролл барбекю Вот есть Ролл барбекю Че там 175 рублей Вообще Дешманский Кстати Нори, рис, томагу, спайси, соус Бэ Соус барбекю Давай Вот он прикольно выглядит Хотя бы Вот смотри Тут сверху Халапешко Барбекю Вот этот Майонезный соус Опять Дунаги Короче Здесь все Ну тут халапеньюс Сверху То есть Это может быть Под пивко Очень даже зайдет Давай попробую Я что-то забываю взвешивать 262 грамма 278 Ну опять-таки Минус коробка Все-таки Недовес есть Но не прикапывайте Тут Я говорю Здесь проблема Вообще не в этом У этих ребят Проблема не в том Что А надо макать-то Не надо Давай ладно Чуть макнем Своего соуса Так Чисто формально Шедевр Блин Я не могу Ну как это все Концентрировано То, что я не люблю И все в одном месте Кроме халапенью Боже мой Спасибо, что ты есть Сейчас пытаюсь Отвлечься просто На халапенью И наслаждаться Халапенью Маринованный Боже мой Самый дурацкий Соус барбекю Который существует Там же Вот этот вот майонез Который для запеченных Они используют Майонезный соус Невкусный Я не знаю Они наверное Делают из провансаля Какого-нибудь Японский майонез Он жирный Понимаете Он жирный Он классно держит форму Вот это все Ну может они его используют Я не знаю Не буду наговаривать Но ребят Ну короче Сам замес Невкусный Спайси Невкусный Ну короче Все в этом ролле Невкусно Кроме зараза Халапенью Давай попробуем Морсики Морсики у них Весьма адекватных Денег стоят Облепиха И вишня Так По 69 рублей Пол литра Давай попробуем Вопрос Жлобливости Естественно То есть Сколько чего добавляют Сколько вот здесь Вот Морс Вот например Во вкусвилле Да Продается Недорого Кстати Целый литр Стоит 130 рублей Облепиховый морс Он нормальный Его пить можно Но там 15% Мякоти 15% Сока Облепихи Как по мне Это очень жлобский Вот Ну Пропорции Это нормально Получается Вполне Вполне Вкусно Даже Но Надо Чтобы было Жирнее Вот здесь Прям Мне кажется Даже побольше У них Концентрация Сейчас Сравним Я в облепихе Спец Я вообще Терри Та же Пятнашка Просто Разведеночка Вообще Нормально Пить можно Нет Вот как запивка Без претензий Но это не топчик Вообще Ни разу Что касается Вишни Вишни Прям совсем Не топчик То есть Она Сильно 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 Концентрация Разбодяжена С водой Другими словами Облепиху Пить можно За эти деньги В принципе Нормально Там вот эти 10-15% Сока То есть Разводят 1 к 7 Приблизительно Можно Наверное Да Наверное Пожалуй Да За эти деньги Очень даже Да Ладно Ну у нас еще Тут конечно Приколы Я надеюсь Что как-то Может быть Получше будет У нас Лапша Осталась Которая Выглядит Очень кстати Неплохо И Салат Цезарь Удончик Ребята 420 граммов Да куда там Что Вместе с коробкой 386 И будьте Счастливы Цезаречек Вместе С соусом Я найду Сейчас Наверное Соус Вот он Соус Цезарь Давай вот так Вот сделаем 180 Да А должен он Весить 205 Короче И там И там Не до веса Давай начнем С Цезаря Окей Соус тоже Фирменный Вот смотри Ну все Ну все Капец Брендированное Понимаешь Брендировать Только еду Нормально Не могут Чтобы это Все было Хорошо Ооо Фасовочная Фабрика Нижний Новгород Ну в Нижнем Новгороде Кстати знаю Толк В майонезных Соусах А Цезарь Именно такой Соус У них же Ряба Производится Завод Ряба У них в Нижнем Ооо Ну давай Попробуем Вау Он даже какого-то цвета Кстати необычного Смотри То есть Ух ты Есть шанс Ничего себе В принципе Вот к этому салату Вопросов не очень-то много То есть смотри Тут греночки симпатичные Тут курочка какая-то Поджаренная И даже соус Внешне Такой коричневатый Как будто бы В нем есть анчоусы И соус Ворчестер Но По факту Сейчас попробую Запаха я вот Такого характерного Я не чувствую Серьезно Вообще Как будто я сейчас Ничего не сделал Во-первых Странная штука Это копченая курица Здесь Во-вторых Сухарики Нормальные Салатик свежий Огурчики Помидорчики В смысле Тоже норм Черем Соус Ну Скажем так Чтобы я кайфанул Еще надо ему чуть-чуть Дальше мне уже Начнет вкусно Становиться То есть соус Соус не отвратительный Это не самый плохой соус Который я пробовал В Цезарях За свою жизнь Это более-менее Сносно Вот Этот салат убивает Только одно Это копченая курица Которая вообще Не в тему Она жестковата Во-вторых Вкус копчения Он вообще не в тему Здесь А соус В принципе годный Короче Другими словами Этот салатик Можно взять Если он стоит Недорого Рублей 150 Окей По факту 199 За 199 Пожалуй Нет Ребята Это блюдо Пожалуй Выглядит Лучше Всех Из сегодняшнего Обзора Вы посмотрите Тут Сколько морковки Посмотрите Тут Зеленушка Согласитесь Этот вог Выглядит Весьма Достойно Удончик Курицы Овощи Все хорошо Действительно Это самое симпатичное Что сегодня было То есть от этого У меня есть Эстетическое удовольствие Ну кстати Цезарь симпатичный И баночки симпатичные И бренд И соевый соус Симпатичного Много вкусного Пока ничего не было Будем надеяться Что вот эта штука Хоть как-то Может быть Хоть как-то Спасет Подожди Я извиняюсь Морковка У меня сейчас ощущение Что они добавили Просто корейской Морковки туда То есть Не поджаренная Так Окей Вообще Ребят Нормально Кто у них На влоках Стоит Молодец Вообще Нормально Сделано И лапша Отварена Как надо И соусец Вот этот видимо Тот же самый Унаги Но почему-то Здесь он вообще Нормально зашел Курочка Не пересушена Овощички Как-то там Что-то даже Поджарены Ловко Вот И все-таки Морковка-то Походу Корейская Блин Не могу понять Короче Но Вот запах Такой есть Вот этих Специй Знаешь Как в морковке По-корейски Она же по-русски Потому что корейцы Понятно Так не делают Никогда у себя Вот Короче Вок Вок вообще Топчик один Из сегодняшнего обзора Вок вкусный То есть Все что не связано С суши У них более-менее Съедобно А я тут В общем-то Все что не связано С суши Че только Салат и вок И салат съедобный И вок съедобный В целом А все что Связано С суши Вот с этими Вот морепродуктами Это просто Кромешный Ад И морские Ну нормально За эти деньги Даже такой Разбодержанный Нормально зайдет В общем Ребят Я не знаю Я сейчас пойду Сейчас снимем Да снимем обзор Я пойду Смотреть комменты То есть Все кто мне Именно советовал Как хорошее место Я вас всех Забаню Серьезно Я шучу Конечно Не буду вас Банить Но Блин Ну это нельзя Советовать Я не знаю Либо у вас Что-то со вкусом Не так Либо у вас Что-то со вкусом Не так Тут Другого Не дано Выставляем Оценки Грусть Тоска Печаль Автосуши Нижний Новгород Идите Обратно 51 балл Автосуши Цена Я поставил 3,5 Цена В принципе Невысокая Но она выше Чем например В том же Какой-нибудь Суши Воке А по факту Это то же самое Вот серьезно Суши Вок Автосуши Это то же самое Суши Шоп Все Из одного Котла Понимаешь Фарфор Хотя вот фарфор Блин я не знаю Сейчас посмотрел Там Цезарь у них Как-то поадекватней То есть там Более больше адекватности было Но при этом У меня острое ощущение Что вот у них Один и тот же менеджмент Они даже коробочки Заказывают В одной и той же Вот Давилке Как правильно сказать Полиграфия Которая Типография Которая выдавливает На коробках логотипы Прям вот очень Очень много похоже Очень много похоже Соответствие Три Но вот Недовесы у нас были Мы это понимаем Сервис Я ставлю Четыре Потому что До вопросов нет Все нормально Сайт работает Всякие Брендированные Штуки Чтобы у вас Запал в голову Логотипы Бренд Работают Магнитики Кладутся Никогда В жизни Я вот Такой компании Магнитик Себе На холодильник Не прикреплю Скорость Четыре Но они привезли Не за 45 минут А за час Это я считаю Вполне достойно Температура Все приехало Уже холодная И лайк Да безусловно Нет Да какой может быть Лайк Компании Которая Использует Вот такой вот Рыхлый лосось Которая Так Сворачивает роллы Которые Издеваются Над соусами Которые Добавляют Рис в миди И вообще Что вы делаете Зачем Это все Вы делаете Я У меня нет К вам претензий По поводу Морсов И там 10-15% Соотношения Вода И Но Ну все остальное Ну я не знаю Я серьезно Я не знаю Как относиться К людям Которые Вот так вот Готовят Ну вот как Гункан Да Это аккуратно Это штучный товар Гункан стоит Там дохрена Что-то у них там 90 рублей 100 рублей Понимаешь Это штучный товар Который продается Поштучно И эту штуку Делают вот так вот Ну как это так Он должен симпатичный Быть Аккуратный Равно как и роллы В этой компании Все прекрасно В плане бренда И это еще Очередной пример Что Когда есть Хорошо Раскрученный Бренд Который действует Во многих городах Скорее всего Попробовать Действительно Качественную еду У этих ребят Не получится Куча подтверждений И суши вок И суши шоп И Еще куча Всяких Суши Чего-то там Почему в пицце Такого нет То есть вот Более-менее Плюс-минус Там если Додо пиццы Где-то открывается Она везде вкусная Папа Джонс Тоже плюс-минус Но у нее больше косяков Но тоже будет вкусная Я не знаю Ну то есть вот Почему эти ребята Так делают Хотя тоже франшизы Нахрена вот такая Нужна франшиза Вот серьезно Вот пусть мне будет Вот абсолютный Ноунейм Я не знаю Тот же Мориман С его высокими ценами Но изумительным качеством У них нет там Каких-то особых Там дофига брендов Понимаешь Эти ребята просто Делают качество Я поэтому за то Чтобы появлялось Больше и больше Нормальных компаний Которые хотят Не бабок заработать И это просто Прилагается Как бы К процессу Все-таки Во главу угла Ставят качество товара Они хотят Людей кормить вкусно А не чтобы люди Съели и заплатили Вот это Паскудство реально Поэтому автосуши Абсолютный дизреспект Еду они готовят Не умеют Роллы отвратительные Рыба мерзкая Только вок нормальный Цезарь и компоты Более-менее Все что можно Ну ради этого Разве развивается Франшиза Мне правда Грустно Мне правда От этого грустно Ладно ребят Спасибо за просмотр Автосуши Никогда Не заказывайте Не советую Гораздо есть Сушистор Лучше закажите Вот их Этот Достоевский Закажите Вот Там будет Хотя бы норм Понимаете А не вот это Спасибо за просмотр Пока Диман Реально Вот мы с тобой ехали У меня было четкое ощущение Что сегодня я поем вкусно Вот реально было такое ощущение Ну то есть я Блин Ну не так же Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok